Доброго времени суток! Снова у нас мой любимый Гроссхоппер и сегодня у нас по плану простенькая параметрическая башенка. Модель подходит в принципе неплохо для каких-то градостроительных проектов ну и для просто для эскизных каких-то вариантов когда вы прикидываете объем будущий ваш и так далее алгоритм очень короткий так что вперед почти вперед а теперь вперед то есть что он для этого понадобится нам понадобится направляющие кривые мы переходим в боковую проекцию берем нот с кривой а нет 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 это я немножко извините убежал вперед следующую башню кривые нам тоже понадобится но понадобится другого плана то есть мы открываем план и рисуем какие-то основные сечения я лучше вот эту кривую сечение в характерных скажем так местах вашего объема еще мы это исправим обращаю ваше внимание что чертить нужно всегда в одном направлении дабы у вас не получилось какая-то дичь просто она сильно завернется так сейчас просто вот так изменю это я изменил вот переходим опять перспективу смещаем наши направляющие кривые как нам надо вот эту может быть я немного изменю сойдет берем вот кривая короче выбрать много кривых и по очереди снизу вверх выделяем эти кривые и жмем enter готова теперь переходим surface лофт вытянулась но тут ведь более-менее по-человечески что-то получилось потому что если мы чертили кривые допустим нижние начали бы вот здесь вот это начали здесь она была у нас завернулась и было бы еще более кривая оболочка кривые в принципе можно скрыть уже дальше нам понадобится в плагине ланчбокс вот этот вот нот любил до surface то есть плагин бесплатные где его скачать если вы делали хотя бы часть моих уроков по гроскоперу вы любых уроков по гроскоперу наверно вы знаете где его взять подключаем сюда наш серфейс перестроили это опять же можно уже скрывать и теперь мы должны задать будем будущее наши этажи ой не тот со счет вот этот вот нодик то есть мы сюда подключаем наш surface но это еще не все то есть нам нужно во-первых задать дистанция расстояние между этажами вот у нас появилась изменяем и не знаю зачем нужно задать точку вот сюда контрольная точка какая-то а наверно контрольная начальная точка это откуда начинаться будет мы сейчас проверим кое-что с этого point выделили так а теперь давайте-ка ну да начальная точка вот у нас зачем надо теперь нужно по этим кривом создать поверхность видите у нас тут есть контуры готовы это опять же вот это мы скроем пока что и вот это мы тоже скроем вот они потом опять же нужно задать толщину для этого выдавливания экструду наверное так он считается это не тот экструду вот тот экструду 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 что а ну да гениально то есть задать толщину выдавливания 0,3 но этого все равно мало нужно задать подсказочка у нас вектор по оси за будем смещать берем затку танки и опаньки сместилась изменяем точно перекрытие на становится толще перекрытие вот в общем-то готово теперь объединился это сведем в одну в один объект где-то находится в математике нет и в математике вот здесь вот 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 сюда мы загоняем наши опять же скроем все лишнее надо всегда точку тоже можно убрать сюда а лофт сюда пусть и сейчас это у нас будет одним объектом это можно оставить обращаю ваше внимание что то есть тут достаточно грубые контуры это предпросмотр при рендере они будут более человеческих хотя иногда все равно могут залазить или в перекрытие или за перекрытие но опять же это концептуальная модель она на мой взгляд не сильно принципиально вот наверное все